Сура Лукман Лукман Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного Алиф Лям Мим Это аяты мудрого Писания, верные руководства и милость для творящих добро, которые совершают намаз, выплачивают закят и убеждены в последней жизни. Они следуют верному руководству от их Господа, и они являются преуспевшими. Среди людей есть такой, который покупает праздные речи, песни и музыку, чтобы сбивать других с пути Аллаха безо всякого знания, и высмеивает их знамение Аллаха. Таким уготованы унизительные мучения. Когда ему читают наши аяты, он надменно отворачивается, словно он даже не слышал их, словно он туг на ухо. Обрадуй же его вестью о мучительных страданиях. Воистину, тем, которые уверовали и совершали праведные деяния, уготованы сады блаженства. Они прибудут в них вечно согласно истинному обещанию Аллаха. Он могущественный, мудрый. Он создал небеса безо всяких опор, которые бы вы могли увидеть, воздвиг на земле незыблемые горы, чтобы она не колебалась вместе с вами, и расселил на ней всяких животных. Мы не спослали с неба воду и взрастили там всякие благородные виды. Таково творение Аллаха. Так покажите мне, что сотворили все остальные. О нет, беззаконники находятся в очевидном заблуждении. Мы даровали Лукману мудрость. Благодари Аллаха. Тот, кто благодарит, поступает только во благо себе. А если кто не благодарен, то ведь Аллах богатый, достохвальный. Вот Лукман сказал своему сыну, наставляя его, «О, сын мой, не приобщай к Аллаху со товарищей, ибо многобожие является великой несправедливостью». Мы заповедали человеку делать добро его родителям. Его мать носила его, испытывая изнеможение за изнеможением, и отняла его от груди в два года. «Благодари меня и своих родителей, ибо ко мне предстоит прибытие. А если они будут сражаться с тобой, чтобы ты приобщил ко мне со товарищей, о которых у тебя нет знаний, то не повинуйся им, но сопровождай их в этом мире по-доброму и следуй путем тех, кто обратился ко мне. Потом вам предстоит вернуться ко мне, и я поведаю вам о том, что вы совершили». «О, сын мой, если нечто весом с горчичное зернышко будет внутри скалы или на небесах, или в земле, то Аллах принесет его, воистину, Аллах проницательный или добрый, ведающий». «О, сын мой, совершай намаз, повелевай совершать одобряемое, запрещай предосудительное и терпеливо сноси все, что постигает тебя. Воистину, в этих делах надлежит проявлять решимость. Не отворачивай своего лица от людей из высокомерия и не шествуй по земле кичливо. Воистину, Аллах не любит всяких гордецов и бахвалов». Ступай размеренной поступью и понижай свой голос, ибо самый неприятный голос — это рев осла. Неужели вы не видите, что Аллах подчинил вам то, что на небесах и то, что на земле, и одарил вас полна своими явными и незримыми благами? Но среди людей находится такой, который спорит об Аллахе, не имея ни знания, ни верного руководства, ни озаряющего писания. Когда им говорят «следуйте за тем, что не спасал Аллах», они говорят «о нет, мы будем следовать тому, чему следовали наши отцы». А если сатана позовет их к мучениям в пламени? Кто подчинил свой лик Аллаху, будучи творящим добро, тот ухватился за надежную рукоять, а решение всех дел — за Аллахом. А если кто не уверовал, то пусть его неверие не печалит тебя. Им предстоит вернуться к нам, и мы поведаем им о том, что они совершили. Воистину, Аллах знает о том, что в груди. Мы позволим им пользоваться благами недолгое время, а потом принудим к страшным мучениям. Если ты спросишь их, кто сотворил небеса и землю, они непременно скажут «Аллах». Скажи «хвала Аллаху», но большинство их не знает. Аллаху принадлежит то, что на небесах и на земле. Воистину, Аллах богатый, достохвальный. Если бы все деревья земли стали письменными тростями, а за морем чернил находилось еще семь морей, то не исчерпались бы слова Аллаха. Воистину, Аллах могущественный, мудрый. Сотворение и воскрешение ваше подобно сотворению и воскрешению одного человека. Воистину, Аллах слышащий, видящий. Разве ты не видишь, что Аллах удлиняет день за счет ночи и удлиняет ночь за счет дня, и подчинил солнце и луну, которые движутся к назначенному сроку, и что Аллах уведомо о том, что вы совершаете? Это потому, что Аллах является истиной, а все, к чему взывают помимо Него, является ложью, а также потому, что Аллах возвышенный, большой. Разве ты не видишь, что по милости Аллаха корабль плывет по морю, чтобы Он показал вам некоторые своих знамений? Воистину, в этом знамение для каждого, кто терпелив и благодарен. Когда волна накрывает их, словно тень, они взывают к Аллаху, очищая перед Ним свою веру. Когда же Он спасает их и выводит на сушу, то среди них находится тот, кто проявляет умеренность, проявляет покорность или уклоняется от должной благодарности. Но отвергают наши знамения только неблагодарные изменники. О, люди! Бойтесь вашего Господа и страшитесь того дня, когда родитель никак не защитит своего ребенка, а ребенок своего родителя. Обещание Аллаха истина, и пусть не обольщает вас мирская жизнь, и пусть соблазнитель, сатана, не обольщает вас относительно Аллаха. Воистину, только Аллах обладает знанием о часе, не спосылает дождь и знает о том, что в утробах. Ни один человек не знает, что он приобретет завтра, и ни один человек не знает, в какой земле он умрет. Воистину, Аллах знающий, ведающий. Субтитры создавал DimaTorzok